МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем рассказывать о новостях региона на телеканале ПС в студии Валентина Скворцова. Здравствуйте! Сегодня 11-классник издает самый популярный экзамен по выбору. Это общество знания. Именно это испытание традиционно лидирует в ряду выпускных предпочтений. В 2017 году эту дисциплину выбрали около 3 тысяч северян, а всего в списках участников итоговой аттестации свыше 6 тысяч человек. Еще один аспект ЕГЭ по обществу знанию – самый высокий минимальный порог, который должны преодолеть выпускники. Чтобы экзамен считался успешно с данным, необходимо набрать не менее 42 баллов. На всю работу отводится 3 часа 55 минут. Напомним, в Министерстве образования и науки Архангельской области работает горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ-2017. Звонки принимаются в рабочее время по телефону 285-585. Один из пригородных автобусов поменял график движения. Уборка улиц областного центра продолжается. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельной планерке в городской администрации. Одни в стадии решения, другие требуют серьезного вмешательства со стороны чиновников, рассказывает Вадим Федосеев. Строительство этих жилых домов на набережной Северной Двины, по всей видимости, уже близится к своему логическому заключению. Как мы видим, защитные ограждения практически полностью убраны, а вот кучи строительного мусора еще нет. Эта городская проблема стала одной из ключевых тем на еженедельном совещании при главе Архангельска. Подобные несанкционированные свалки в областном центре есть во всех округах, поэтому главам округов и департаменту городского хозяйства в лице его директора Никиты Кривонкина от Игоря Годзиша поручение не снижать контроль над уборкой залежи мусора. Это и касается дренажных канав, которые, вот мы, когда были в Северном округе, обратили внимание на эту ситуацию. Точно так же по дороге туда проезжаем, по моему Оксанскому шоссе, вдоль гаражей там видно эту ситуацию. А ситуацию изменить нужно и можно. Например, городские субботники уже принесли. Результаты во дворах и на улицах Архангельска стало заметно чище. Обсудили на совещании и транспортный вопрос. Главная новость – один из пригородных автобусов поменял график движения. На особом контроле находится 125-й маршрут. На сегодняшний день он работает с доходом на остров Костоковский и по уплотненному графику движения. Естественно, за изменением расписания последовали неудобства для жителей. А все дело в том, что сейчас 125-й помимо основного помогает обслуживать и маршрут 33-го автобуса. Из-за нарушений предпринимателям, осуществляющим перевозки на 33-м маршруте, администрация расторгла с ним контракт. Сейчас определяется перевозчик для маршрута 15У, который будет повторять путь следования 33-го. Есть и хорошие новости. Жалоб на хамство водителей и кондукторов стало поступать меньше, доложили главе Архангельска. Хотя претензий к работе общественного транспорта еще много. Пахнет не очень хорошо в автобусах и от них. И останавливаются очень резко, что все падают сразу. Бывает иногда водители между собой соревновываются, устраивают гонки. Так, в принципе, а насчет кондукторов ничего плохого не могу сказать. Если вы стали очевидцем в нештатной ситуации с участием автобуса или объектом непрофессионального отношения со стороны водителя и кондуктора, не молчите. Направляйте жалобу в Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска. За доказанные факты перевозчику грозят штрафные санкции. Вадим Федосеев, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень скоро эту зону набережной Северной Двины неподалеку от памятника адмиралу Кузнецову архангелогородцы просто не узнают, говорит Александр Иванова, сопредседатель молодежного правительства Архангельской области. По призванию активистка, по образованию архитектор. Девушка, будь ее воля, изменила бы облик всего города. Между двумя уровнями набережной, у нас верхний и нижний уровень набережной, есть лестницы спуски. Они оформлены гранитными вазонами, где в логике должны быть, по идее, цветы. И мы предлагаем эти вазоны оформить, зашить деревом, там сделать в современном стиле в европейском. Главный архитектор Архангельска Михаил Елагин конкуренции от молодой коллеги не побоялся. И проект поддержал. Похоже, документ пришелся по вкусу и городоначальнику. Готовим письмо в инспекцию на Ивченко, с предложением к реализации этого проекта. Акценты ставим на то, что здесь нет капитального строительства, это малоархитектурная форма. Цена реализации молодежной инициативы около 200 тысяч рублей. Что касается рабочих рук, то они уже есть. Есть студенческие отряды, есть областной штаб отрядов, есть волонтерский центр Дома молодежи, в котором я также являюсь руководителем. Молодежь заряжена, я думаю, что жители тоже поддержат, судя по откликам в интернете. На воплощение в жизнь проекта реконструкции участка набережной отводится 2-3 месяца. Вадим Федосеев, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. От 50 до 200 тысяч рублей получат победители конкурса профмастерства среди работников образования. Поощрить лучших намерено региональное министерство образования и науки. Оно проводит конкурс среди учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей. Заявки от претендентов принимаются до 7 июня. Напомним, с 2006 года в Архангельской области осуществляются выплаты представителям сферы регионального образования, тем, кто проявляет неординарный творческий подход к своей работе. При этом учитывается и стаж, и успеваемость учеников, и внедрение инновационных педагогических методик. Впервые за всю практику проведения конкурса в нем смогут принять участие инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды и музыкальные руководители детских садов. А еще в этом году в два раза увеличены выплаты некоторым из конкурсантов. Вся информация о конкурсе размещена на сайте Министерства образования и науки Архангельской области. Телефон для справок 65 46 21. Когда, как не в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, подробно вспоминаем некоторые его произведения. Например, роман Дубровский, которому в этом октябре исполняется 185 лет. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина мы решили провести опрос и выяснить, насколько жители Архангельска знакомы с творчеством поэта. Это на список стихотворений Пушкина. Можете ли вы назвать одно, которое не является его творением? Ох, это будет сложно. Альчар тогда, да, и вот на холмах Грузии... Нет, это точно, это точно. Это Пушкин, скорее всего. Я вот скажу, что на холмах Грузии лежит ночная мгла, возможно, не его произведение. Ну, пусть будет на холмах Грузии. Так, на холмах Грузии лежит ночная мгла Лермонтов. Я памятник себе возник нерукотворный. Вот это возможно, что в имени тебе моем. Ну, я думаю, что песня «Вещи Малеги» ему не принадлежит. Уже песня «Вещи Малеги» может быть. По-моему, песня «Вещи Малеги». Когда в объятии мои, по-моему, нет такого. На перстник ни о чем не говорит, не читала. Город пышный, город бедный. А на самом-то деле какое? На самом деле все стихотворения принадлежат ему. Я надеялся. О развитии событий расскажем в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-центр. До встречи вечером. Редактор субтитров А.Семкин